Привет, меня зовут Сымар и это новое видео из моей новой поездки. Я все еще в Астане, догуливаю последние дни, послезавтра двигаемся на Алматы и Узбекистан. А в этом видео я расскажу, как мы пытались получить китайскую визу, что из этого получилось и как мы ходили на ночь в музее. И да, я не знаю, что это у меня за спиной, но есть предупреждение, что это будет очень большой фонтан. Может что-то происходят? Завтрак на природе, сказали мы. Завтрак на природе, сказали комары. А где комары? Комары в кадр не лезут, они не парятся. Мы зависли на какой-то время в Астане, морально и материально готовимся к подаче китайских виз. Покажется непоятно не то, что бы сколько это стоит в Астане, так же где их подавать. Вроде бы мы более-то их выяснили, но чтобы выносить китайские визу. И я не знаю, что считать. Готовим вкусную еду. Поздряемся с работами. Бегаем в паркинг. Прыгаемся к камеру. И копим силой перед дальнейшими словами. Да, больше не может. Больше может. Два часа ночи. Вставать в шесть часов узора. Продя. 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 В общем, вот так вот примерно происходит подготовка документов на китайскую визу. Анкета китайской республики. Ксерокопия паспортов. Страховка. Паспорта. Маршрут. Абитационная карточка о том, что находимся в Казахстане. И еще куча документов. Эстрадная артист. Не то, что я эстрадная артист. Могу на границе танцевать. Станцуем вальс. Просто вкусно. А в это время... Та-дам. А почему мы занимаемся снова документами? Потому, что в шесть утра мы проснулись, заснув в три ночи. И обнаружили, что не хватает одной бумажечки. А без одной бумажечки ты уже не поддашься на визу. Поэтому мы снова оформляем, заполняем, печатаем. И тидем, и типе. Китайские анкеты. Еще раз наполненные с наглядными ошибками. Сейчас будем припечатывать. Встать всем утра. Выжечь переполнив на автобусе. Перефоткаться еще раз на визу. Задать за кучу денег. И узнать, что Китай временно не выдает визы гражданам третьих стран в Казахстане. Теперь мы пойдем в наше родное украинское посольство. Консульство. Не знаю, как это называется. Нам сказали, что если мы получим письмо от нашего посольства, китайского посольства, что нам нужно содействие, то, может быть, что-то получится. Пойдем к нашему посольству искать содействие, что делать. Сходили мы в консульство на Инке Украины. Коусло Стол нет, ребятки. Если у вас нет вид на Жигасской Казахстане, то вам визу Китай не дам. Теперь мы сидим такие красивые. Здесь пьем кошечка. С долбом просто. И думаем, что нам делать. Делать у нас вариантов есть много. Будем пробиваться дальше. Если что, объедем Китай. Да и ладно, каким-то Китаем мир не заканчивается. Главное, как говорится, что не сдаваться. Мы потратили 4 с половиной часа на поиске. Ну и я готова, что оказалось, что в Китае что-то произошло. Кто-то взорвало их посольство. При бездании и ныне что-то произошло. И они просто закрыли выдачу туристических виз для стран Средней Азии. То есть Казахстан, Кироградистан, Узбекистан и прочие страны. Кроме того, в Китае не открывают туристы в России. Если ты не гражданин России. И у нас остается ровно один вариант. Сашпыда можно получить визу в Китай. Монголия, блин. Все. То есть, скорее всего, в ближайшее время мы тусим на 3 дня. Здесь смотрим Бухару, Сабаркад, Ташкент. Чарынский каньон. Очень клевые места. А потом возвращаемся в страну Россию. Едем на Иркутске. Садимся на автобус. На автобус до Улан-Мотора. Потому что я манал стоп по Северной Монголии, честно. И там уже надеемся, что нанголы, как в прошлом году, потешат репу на наши документы. И пустят нас в Китай. Сегодня мы решили не сидеть и добить зома, как мы это делали последние пару дней. А выбросы в свет. Как раз сегодня в Астане ночь музеев. Поэтому мы идем в Национальный музей Республики Казахстан. Смотреть выставки, экспозиции и пробовать шоколад с кобыльевым молоком. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Очень целый мой заезд, здесь 5 минут и мне уже нравится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok